Долгожданным культурным событием для нашего города стал концерт камерного хора Московской консерватории. На протяжении полутора часов артисты радовали слух конаковских любителей хорового пения. Однако концертная деятельность стала не единственной целью приезда мастеров. Маэстро Александр Соловьев дал мастер-класс для ребят из хоровой школы мальчиков и юношей. ПЕСНЯ Концертный юношеский хор вместе с профессором Александром Соловьевым работают над произведением Альфреда Шнитке «Зима». Как отметил сам маэстро, данная протитура является непростой даже для профессиональных хоров, но воспитанники школы привыкли завоевывать самые высокие цели и своим победам обязаны усердию и трудолюбию. Очень важно, чтобы в регионах наших развивалось хоровое исполнительское искусство. И очень важно, что ребята на протяжении этого мастер-класса очень быстро и очень четко реагировали на те творческие задачи, которые я перед ними ставил. Впереди у ребят насыщенная концертная программа. Скоро они будут представлять нашу страну на европейских гастролях. Поэтому данный мастер-класс пришелся как нельзя кстати и помог обнаружить основные ошибки в подготовке перед ответственными выступлениями. Очень здорово, что к нам приехал Александр Владиславович с хором из консерватории Московской. Ребят очень много у нас, которые новенькие, перешли с партии в другую партию. И всем нужен этот опыт. Этот мастер-класс пошел всем нам на пользу. И мы понимаем, что нам есть к чему стремиться и будем продолжать работать в том же духе. Организатором концерта и мастер-класса стала программа «Новое передвижничество», которая на протяжении 25 лет реализует идею художественного просветительства на территории России. Она охватила за годы своего существования уже более 100 больших и малых городов России. И вот мы в первый раз в Конаково и рады представить слушателям известный коллектив не только в Москве и России, но также и за пределами нашей страны камерный хор Московской консерватории. Выступление камерного хора Московской консерватории стало кульминацией вечера. Артисты исполнили обширную программу, которая сочетала в себе классические, военно-патриотические, духовные и народные произведения. Конаковские слушатели стали свидетелями неповторимого бархатного звучания одного из лучших хоров России. Длительные аплодисменты после каждой композиции стали ярким доказательством того, что зал был покорен высоким уровнем исполнительского мастерства. Субтитры создавал DimaTorzok